Начало влога. 6 утра. Мы в офисе. Кто может привелочься в офис Икеи в 6 утра? Тут поступает мудро. Не, вы там не приходите в 6 утра. Офис в это время еще закрыт. Мы заехали в офис по определенным делам и стартуем в Москву. Помните, мы вам говорили, что будет очень интересный влог. Мы едем на масштабные события. Ребята, сказать? А скажем мы это по дороге в Москву. Потому что это займет минимум 9. Ай, свет выкручила. Ничего не видно. Дорога займет у нас длительное время. И мы с вами поговорим. На улице минус 25. Ощущается минус как 36. Но это последние морозы в марте. Дальше уже идет на потепление. Надеемся, конечно. И потом холодное лето и снова зима. Оптимистка, да? Вот, поэтому не прощаемся мы с вами в шоу. И в дороге все детально вам расскажем, что, зачем и почему. А тем временным мы подъезжаем к границе Республики Бордовии и Рязанской области. Мы проезжаем знаменитый Умед. Сейчас я переключу. Увидит. 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 Я закрыла машину. Название помещения. Я пока не буду на себя переворачивать. Вот это знаменитый поселок Умед. Который, наверное, в легкой форме мог бы легко попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как населенный пункт с максимальным количеством кафе на душу населения. На квадратный сантиметр. Да. Ну, смотрите, мы сейчас проезжаем и вот справа слева кафе-кафе-кафе. Ну, в последнее время, смотрю, очень стало много заброшено. Две чемпионаты мира, их очень много штрафовали. Подожди, сейчас мы перевернем. Не, давай пока рассказывай, я бегу дорогу. Две чемпионат, то есть появился это в 90-е годы, ближе. На конце 90-х здесь постоянно отдыхали, кушали дальнобойщики, плюс рейсовые автобусы. И рыночники, так как рыночников было много, и как раз получалось такой, да, с серединкой такая. Кормили здесь, в принципе, очень много таких приличных мест, где можно было хорошо покушать. Но перед сам чемпионатом мира, Мордоме сказала, что это постыдное пятно на репутацию региона. И решили все к херам снести. Многие, кто похитрее, успели получить выплату. Кто-то, так, чуть-чуть апгрейдили, привели в порядок. Вот тут сейчас. Ну, есть места, подайте приличные. Но остались те кафе, которые уже были более-менее сильными в отношении с другими кафе. Да. То был бы слабенький, они все закрылись. Процентов, наверное, 20 осталось здесь. Здесь до сих пор кушают дальнобойщики. Вот такая вот пятнышка у нас есть. Вот есть вот кафе Анастасия. Тут, кстати, очень оригинальное название кафе. Прямо проезжающих удивляешься, как это вообще могло в голову прийти. Валентина, Русь. Фамилии, по именам, хозяин. Есть даже одно занятый кафе. Мордональдс. 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 Вот Куршавель. К сожалению, не могу камеру перевернуть. Куршавель заказать. Кафе Ням-Ням. Ну, это логично. Едун, Едок. Кстати, два конкурента. Вот, давайте. Едок, Едун. Едон, Едук. Вот, в основной стране. Работают. Бодаются между собой. Кафе Спутник. Здесь даже две фуры стоят. Ну, кушать были на бочке. Сами прекрасно. Знаете, как говорится, когда ящик по знакомой трассе кушал, где-то по кушалам. А раньше вот-вот примерно вот такие все кафешки были. Вот, смотрите. Вот они маленькие, небольшие. И каждый, каждый кафе обязательно был мангал с шашлыком. И когда проезжаешь, тут прям аромат с толпом. Как на югах, да? У Витязева. Да, Витязева, где прям вот куда не зайдешь, один запах, аромат жареный, шашлыка, жира. Вот это у всего. Димка не любит. Я не люблю. Я люблю, когда он вкусно пахнет, а не когда он с жиром. Работает. 21 градус. Так, кстати, у нас еще морозы не покидают. Мы едем в Москву, неся с собой зиму. Вот это вот Татьяна. Тут будем пить витаминки. Мы сейчас по очереди завтракаем и будем кружить наши колючки, чтобы мозг не работал. Папа обгонит. Да ладно, не боись автобус. Сам боюсь. Я же показывал туда с врачом. Чего ты не в лес уехал? Не, я все правильно делаю. Я погодил по правилам. Плазета, вот и сплошная. А правду собрал. Неужели так страшно? Ну, смотри, вот прерывистый. Все хорошо. Надо как-нибудь мне сесть за руль и продемонстрировать, как ты делаешь. Ну, паперсы оденем, потом салон не стираем. На, теперь дам я вам камеру. И хочется мне немножко поговорить на тему, которую мы еще пока не сказали, а зачем мы едем. Ну, давай рассказывай. Желтая кофточка. Желтая кофточка. Руль держи. Не знаю, как, с чего начать, а то прям как-то как-то стынь. Давай, болтай уже. Мне хочется кричать. От чего? От радости, от траха? Кто следит за нашим влогом, за нашим передвижением по России, могли заметить, что мы зашли, начали новый бизнес в сетевом. Да прекрасно все знают, наши владеи же смотрели. Мы же влог снимали, когда мы еще не были в сетевом. Когда мы все опубликовали, все показали, что мы начали развивать вторую сверхдеятельность. Сайберин велнесс. Нам много критики было в нашу сторону. С непониманием. Зачем вам это надо? Это вот я знаю, что показываю. Многие спрашивают, куда ты свою сетину делал. Вот в такую коробочку запаковал. Прошло два года, да? Полтора-полтора-полтора года. С этого момента мы как уже в сетевом бизнесе. Дим Сайберин велнесс. А то тебе прилипит, скажет, вы в Гринвее, в Нельвари, Флеймвейвее, еще где-нибудь. Здесь непонятно. Сибирское здоровье. К чему я все говорю? Мы на своем примере вам показали, что есть альтернативная жизнь. Жизнь хорошая. Жизнь, в которой сбываются мечты. Жизнь, в которой есть уже автомобиль за счет компании. Есть хорошая Флеймуша. Ну, кто в Инстаграме смотрит, знает доходы. Но они больше, чем в Окее и в Ютубе вместе взятые. Я хочу вам всем сказать, почему вы боитесь сетевого. Я не проговорю про всех. Но тех, кто сомневается, хочет, но боится. Мы вам показали путь. Мы показали все возможные варианты развития событий. Как это может происходить? Не вкладывая душу, не вкладывая душу. И самый-самый секрет в том, что мы сейчас едем в Москву не одни. Мы едем в Москву с командой, но разными путями. Кто на самолете, кто на поезде. А кто едет? Знаете, это событие. Опять-то чудо-оператор. Даже эта камера не помогает тебе. Поедет кто? Это из нашей команды. Подписчики! Подписчики наши не спроекте. Лиля, Макс, Ольга, Света, семья РБС. А все подписчики, все пришли спроекте. И кто еще сомневается, что это неправда? Откиньте в сторону это сомнение. У нас есть технология, по которому успешно люди приходят к большому заработку денег. Неужели никому не нужны хорошие суммы, например, от 100 тысяч зарабатывают, от 200 тысяч рублей зарабатывают. Да любые деньги, которые тысячи. Мне нравится, сидя на работу, слушать бреди, начальника, вот эти все. Дим, тебе сейчас скажут, ага, сейчас все пойдут в сетевой. А кто же тогда будет работать, лечить, учить? Хорошо. Второй пример. Мы до сих пор, по сей день, являемся службой доставки товара в Кейпе, в Ютуб-канал. Мы ведем традиционный бизнес и плюс сетевой. Мы не бросили бизнес традиционный, как вы могли подумать. Нет, мы совмещаем, у нас есть время на это. Совмещать традиционный бизнес, снимать для вас влог, но не только влоги, обзоры. И быть еще в сетевом. Понимаете, вот мы как уже можем. А знаешь, почему мы можем? Потому что система построена, ребят, так, что реально может любой. Потому что обучением, техническим моментом занимается Дима, а конкретно обучением занимаюсь я. Потому что мужчин не хватает терпежа учить. Да, Дим? Да, возможно, из-за этого диалога я опять купил кусок и вкручил. Вовнело как. Я тебе печку куплю на старости лет, шапку-ушанку и валенки. Ну, я просто хочу помочь тем людям, которые нуждаются, у которых, как минимум, долги есть, которые не могут закрыть долги свои. Здесь, Дим, знаешь, наверное, ключевое, кто здесь может состояться. Состояться может и любая профессия. Почему я перечислила ребят по именам? У нас тренер по йоге в команде, нутрициолог, известные в своем городе врачи. На тебя. У меня моська с утра не накрашенная. Спящая еще. А сегодня не шпала. Вот. То есть, ребят, люди разных профессий и никто своей профессии не бросает. Все совершенно спокойно. Граница Мордовия-Рязанская. Да, в гости. Мой край Мордовия моя. Не подожди. И одно другому не мешает. Ну, ключевое, как и в любом деле, здесь терпение и труд. Потому что без труда не выловишь рыбку из пруда. Но не бывает так, что взвалилось с неба. Сейчас он скажет, ну, конечно, у вас он сколько подписчиков. Ребят, если бы вы все были нашими клиентами в Сайберен, мы бы уже в Греции жили. Мы для вас разработали специальную программу. Технологию. Технологию, по которой вы гарантированно успешно дойдете до результата. От вас только. Вот единственное, что надо от вас, это желание заработать денег. Все, больше ничего. Желание и действие. Действие. Технология, которую мы за это время, пока находимся в Сибирский Веллнесс, мы это разработали. Здесь именно наш опыт как линейных предпринимателей и успешных сетевиков. То есть, такой синергизм получился. То, что мы, смеемся, 12 лет и пышной деятельности просто так за 5 минут не пропить. Тоже большой опыт, кстати, дал. Ну, гигантский. Мы знаем уже, мы очень многие подводные камни, которые можно обступить. Итак, лирический промыв мозгов закончен. Теперь рассказывай свои новости. Что тебя ждет в Москве? Я вообще, я вот как-то начинаю вспоминать, что меня ждет. Я до сих пор руль держи. Мне предстоит впервые в жизни выступать на сцене. На огромной сцене. На огромной сцене. На большую аудиторию. Не только по России, а по всему миру. На нашей компании 65 странах мира и все будут подключены онлайн. В живую, в зале будет в районе 500 человек, потому что большие массовые мероприятия пока запрещены. и Дмитрий Юрьевич ангажировал лично президент компании. Татьяна Германа Гороховская руль держи. В ютубе матом ругаться нельзя, сказали. Можно один раз. Вот как с ним жить, а? Ну так и живем. Ты вот как камеру держи, ругай. Держу, а ты руль держи. И за этим камеру купишь. На лоб. Мы выступаем вместе. У меня два блока, у Димы один. И когда это дело сказали, позвонили, сказали, просим, вам нужно рассказать, как вы работаете. Но вместе. Дима, твоя реакция? Ну, у меня была истерика. Прям плакал, что ли? Ну, я понимаю, я всегда привык быть за камерой. Мне так удобно. Комфортно. Да. Своя зона комфортна. Я с тобой в форме диалога держу беседу в обзорах, да? Как я сейчас с тобой? А, ну-ну-ну, я сейчас 300 человек будет смотреть. 500 на тебя живых будет смотреть, да? И через 300. 500 человек. И плюс еще онлайн. Я так подумал, 300. И плюс тебя будут переводить на кучу языков. Поэтому, пожалуйста, матом не ругайся со сцены. Да, вот только от этой мысли меня плохо становится. Так что Юрьевич нашего с дебютом он реально переживал. Ну, если вы, как раз, я вас возьму с собой на сцену. Мы как раз, когда будем наступать, вы все это сами непосредственно увидите. Вот. Через вот такую штучку вы увидите. Вот она, вот эта штучка. Тут камера такая. У людей приличных палец больше. У тебя камера. Закрываем. Продолжаем диалог. Ну, это же влог. Нет, красота. Едешь, трендишь. Под попкой тепло. Телефончик, интернет. Я работаю. Димка рулит. Самое главное. Так, едем здесь. Жить будем опять в Измайлова, в Бетте. Стандарт. Стандарт. Кстати, когда мы какой-то влог упускали, рассказывали, что мы там селимся, прям очень многие написали, Дим, респект, что люди там реально, кто в командировке приезжает, ну, нормально такая. Хоть это гостиница по нашему опыту не считается такой прям сверх такой красивый. Там оборудованная. А три звезды она. Да. Но она нам нравится за счет того, что там фуршетный стол с большим ассортиментом. Шведский. Шведский. Фуршет. Шведский. Ну, пусть будет шведский. Или для поворотов фуршет. Ну, фуршет, когда все на одном столе. На разных. Ну, у них разный. С большим ассортиментом еды. Тебе лишь бы пожрать. Ну, пожрать. Я люблю вкус. Во-первых. Ты тоже не любишь вкус. Нет, он нас похудел. У нас худел. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Худел. Какой красивый будет в галстуке, в рубашечке, в биджетчике. Все дела и бороду сбрил. Был крат бородатый, кроще. Как дядька мозаи какой-то. Дядька мозаи. Вот. В общем, Дима поделился с вами своей радостью. Так это вот. Радость будет тогда, когда я успешно выступлю на сцене. Я, наверное, сказал, что буду шампанскую забывать. А, прям со сцены, да? Да, сразу же. Ты главный камерой удержишь? Нет, ну мне сам президент сказал. Что ты, Диман, боишься? Выпей ты фуржер шампанского и будем тебе шесть. А потом... У нас два дня мероприятия будет. Блин, опять забыла. Какой-то бизнес-центр большой. По-моему, в Москва-Сити все. А потом мы... Кстати, мы там ни в грозу не были. Мы вообще даже не знали, что это есть. Так как это часть ведет. Первый, расскажите, может быть, кто-то был. А потом у нас будет мероприятие. Так как мы закрыли новую топ-лидерскую квалификацию, кто в теме сетевого, понимает, что это такое. А так это, ну, как бы, следующий ранг, следующий шаг по карьере с счет большим доходом, с большими премиями и прочее. Я же тебе не показываю. Я же тебе говорю, что не на крышной. Ну, и ты его не показываешь. И тебя показываю. Вот, живу. В общем, ресторан аж на 62-м этаже. Сиксель, по-моему, называется. Самый высокий ресторан в Европе. Ребята, кто там был? Расскажите. Ну, я к этому моменту, наверное, мы уже быстрее покажем, чем люди смогут. Да нет, ты же выпустишь в локоть скоро. Ну, посмотрим. Завтра у нас репетиция. Мы с собой возьмем. Да, мы вас с собой возьмем. Время 8.25. Принцип, насколько в Москве должно быть? Мы должны в 4-й столе уже быть в гостинице. И по плану у нас сегодня шопинг. Диму надо додеть. Мы опять же вас с собой возьмем. Вы как раз посмотрите, подойдет ли мне тот или иной наряд. Стоит, не стоит. А то, может, вот так у желтенькой кофточки пойдет. Как ниц. Все так, ладно, все, я отключаюсь, пошла работать. Все? Все высказал? Показывать по дороге больше нечего. Фуры, деревья, мороз. Прикол нашего городка. Ну, что, оттенки, заправились. Заправились. Дима! Заправилась. Мусор выкинула. И я заправилась. Ой. Как такое может быть? Нет дизеля на заправке. Заправка есть дизеля, нет? Да, заправка есть дизеля, нет. Вообще, ради статистики. Не ради рекламы заправки ТАК-нефть. Просто интересно знать, кто еще заправляется на ТАК-нефть? Ну, мы заправляемся, по-моему, на ТАК-нефть кормим наши дизеля. И газельку, и прайминг. Сейчас поедем мы искать дизель. Уже на другой заправочной станции. Не, ну, сколько мы на этой дороге проезжали за последнее время? 4-5 раз. И всегда был солярка в наличии. Сегодня что-то, наверное, никогда замерзло. Скорее всего. Но об этом истории, говорит, умолчу. Даже заправщик сказал, ничего личного пропало. Где солярки? Продолжение следует... Комичные ситуации на дороге происходят к подъезду к городу Москва. Что на шутке? Да я вот наблюдаю, впереди едет экипаж ДПС. Давайте заперевернем, посмотрим. Вот через машину едет экипаж ДПС. И все такие прям соблюдатели правил дорожного движения. Все прям на цыпочках мимо этой машины проезжают. Ой. Люба дорог, смотри, все аккуратные, все поворотники включают. Да, на пути Мерси. Только за горку. Машина уехала, все, 120, 130, 140 и в путь. Очень прикольно смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok